Дмитрий Плакс Модератором станет писатель Саша Филипенко. Мероприятие пройдет совместно с посольцами Швеции в Москве. Спасибо. Добрый вечер, спасибо большое, что пришли. Мы попытаемся оправдать выданные нам авансом аплодисменты. Я очень рад, что здесь сегодня Дмитрий. Я очень рад, что с нами сегодня Лиза, потому что мы много общаемся в рамках группы, которая появилась несколько лет назад. Это так называемая ВИСБИ-группа. Впервые мы встретились в Швеции, и после этого мы встречались в Москве и в Подмосковье. И теперь мы здесь несколько дней. Делимся друг с другом нашими соображениями о том, в каком состоянии находится сейчас литература в России, современная литература в Швеции. И мне кажется, вам будет интересно узнать. Мы будем делиться то, что мы обсуждаем в течение нескольких дней. Я хотел бы сегодня начать с того, что Дмитрий переехал из Республики Беларусь в Швецию много лет назад. Лиза переехала в Швецию отчасти. Лиза, скажем так, много времени проводит в Швеции сейчас. Это будет довольно точно. Лиза проводит довольно много времени в Швеции. И я хотел бы спросить у вас о ваших ожиданиях, когда вы переезжали в Швецию. Как вы представляли себе мир шведской литературы? Каким он должен был бы быть по вашему представлению? И каким он оказался на самом деле? И если я не нарушу никаких законов, я бы попросил начать Дмитрия, потому что он был просто раньше. Добрый вечер. Я переехал в Швецию очень давно. Это почти 30 лет назад, наверное, я не знаю, 25-27, что-то такое. И когда я приехал в Швецию, у меня представления о Швеции были как о стране очень высокой литературной культуры. То есть я себе представлял Швецию как страну, где люди, встречаясь на улице, разговаривают о Стринберге. С крыши на крышу перелетают Карлсоны. Все пьяные драки устраиваются на почве того, кто больше любит Ингмара Бергмана, например. Вот такого плана. Когда я приехал в Швецию, я понял, что Стринберга никто не читает, кроме тех, кому нужно по программе в университете. Бергмана терпеть никто не может, потому что он плохой человек. Карлсон вообще считается, как вы, наверное, все знаете, ужасно отрицательным персонажем, потому что он обманывает малыша и вообще не платит налогов, и за все платит 5 эре. Поэтому мои представления о шведской культуре и шведской литературе были посрамлены, я бы сказал. Потом у меня заняло довольно много лет. У меня с цифрами плохо сегодня, вот я не помню уже, нисколько лет я в Швеции живу, нисколько лет у меня это заняло, но много. Вот как-то это восстановить какую-то новую картину, получить того, что происходит в шведской литературе. Новую картину мы сейчас услышим вначале от Лизы, а дальше я вернусь к вопросу к Дмитрию. Каким было первое впечатление? Мы общались два года со шведскими писателями, ты, наверное, примерно представляла себе, что ты можешь увидеть в Швеции, но оказавшись на месте событий, изменилось ли твое впечатление от общей картины, от арены шведской литературы сейчас современной? Ну, у нас традиционно, если Дмитрий Плакс говорит белое, то я говорю черное, и наоборот. Мое впечатление было совершенно, абсолютно положительное. Швеция по меркам нашим небольшая страна, в ней живет всего 10 миллионов, но это невероятно литературоцентричная страна, в которой, на удивление, очень большое внимание к современной шведской литературе. Шведы очень любят читать шведов и, в принципе, следят. Понятно, что я общалась с людьми в основном тех же занятий, что и я, с писателями, с журналистами, с людьми, которые интересуются литературой, но также я общалась и с людьми, которые приехали в Швецию не так давно, из самых разных стран, не только из России, но также из арабских стран, из африканских. В Швеции намного больше, по-моему, было ощущение, что намного выше интерес к книгам и к литературе, чем в России. Писатели в Швеции пользуются гораздо большим уважением, чем в России, потому что если в России спросят, а кто ты, чем ты занимаешься, то иногда стесняешься сказать, что я писатель. Ну, я писатель, у меня выходят книги в главном издательстве России, в Эксмо, и, в принципе, это то, чем я занимаюсь в жизни. Но я предпочитаю сказать, что я публицист или журналист, чтобы избежать этого. Кто? Писатель? Ну, хорошо, а чем, а вообще, чем занимаешься? Серьезно, профессия-то у тебя какая? А в Швеции, если сказать, что я писатель, то это не вызывает вопросов, это вызывает уважение. Я была один раз, в отличие от Димы, я была один раз всего лишь на Агитеборской книжной ярмарке. Я была поражена, насколько... Я сравнивала с фестивалями литературными и с выставками главными, которые проходят в Москве, нон-фикшн, и московская ярмарка, и выставка, книжные фестивали на Красной площади. Это вообще несравнимо. В нашей 140-миллионной стране нет такого книжного события, как в 10-миллионной Швеции Гетеборский книжный фестиваль, где происходят сотни дискуссий просто на всех площадках, на нескольких этажах писатели, журналисты, везде собираются, везде какое-то обсуждение, споры, книжные презентации. По моему ощущению, я всего полтора года езжу в Швецию, и мне кажется, что жизнь там литературная просто бьет ключом. Да, про литературную жизнь, которая бьет ключом в России, мы понимаем, что сейчас, к сожалению, закрываются книжные премии, мы понимаем, что закрываются большие известные литературные журналы, или эти литературные журналы говорят, что нам осталось жить вот-вот на последнем издыхании, начинают спасать. Ну и, в общем, как-то все мы констатируем того, что на современном российском телевидении нету программ о современной литературе, мы понимаем, что на телеканале «Культура», если приходят молодые писатели, то они, как правило, приходят поговорить о старых известных писателях. Ну и, в общем, есть ощущение, что молодые писатели в России склонны скорее скептически относиться к тому, что сейчас происходит. Как обстоит это дело в Швеции? Наверное, мы опять начнем с Дмитрия, если ты не против. Ну я, наверное, может быть, что-то добавлю со стороны. У Лизы, естественно, взгляд человека… Неофита. Ну неофита, не то чтобы неофита, а туриста скорее, то есть человека, который приезжает и видит какие-то вещи со стороны. При этом, поскольку ты в Швеции находишься на рабочей стипендии, ты автоматически попадаешь в среду людей, которые занимаются тем же, чем и ты. Когда ты приезжаешь туда, как я, по причине того, что ты просто женился, значит, ты попадаешь в среду как бы вот обычных средних шведов, которые, поверь мне, книг не читают. Значит, то эта ситуация немножко другая, да? То есть это занимает… Ну и перспектива другая, и временные рамки другие. Опять же, конечно, ситуация изменилась по сравнению с тем, что было, скажем, в середине 90-х годов и с тем, что сейчас происходит. Что касается книжной ярмарки в Гетебурге, то это действительно очень большое событие, но это одно, единственное такое большое событие, центральное культурное событие в Швеции, где, грубо говоря, я там был, по-моему, 18 раз, значит, 18 лет, значит, соответственно, потому что она раз в год. И есть люди, которых я встречаю раз в год на книжной ярмарке в Гетебурге. Вот, значит, несмотря на то, что мы с ними занимаемся как бы одним делом и много лет, и, в общем, варимся в не такой уж большой, ну, среде, да, или как сказать. Поэтому как бы это… Ну, да, это большое событие, и посещает много людей, десятки тысяч посетителей, сотни тысяч иногда, насколько я понимаю. Вот. Поэтому как бы, ну, я бы как бы тоже не хотел давать какую-то негативную картину, потому что в Швеции издается очень много книг. Что касается молодых писателей, если вернуться к твоему вопросу, то, естественно, есть масса дебютантов, издательства книжные заинтересованы в новых именах, это безусловно. Значит, есть премии там, которые как бы для первой книги, для дебютантов. Есть какие-то… Ну, значит, создается… Вот я сижу и слушаю сам, что я говорю, и у меня у самого создается впечатление, что как бы книжная или литературная жизнь в Швеции – это нечто гомогенное, это совсем не так. В Швеции существует несколько огромных монстров как бы издательских домов. Ну, как бы изначально это, вообще говоря, один, но у него как бы… Ну, они разделены, это не монополия. И существует масса мелких издательств. Мелкие издательства не приносят никакого дохода ни их создателям, ни писателям, которые там издаются. А мне говорили по-другому. А? Мне говорили… Тема была моей стипендии в прошлом году, были издательства. Мне говорили по-другому, маленькие издательства. Да? Ну, что… Ну, давай, скажи, что тебе говорили. По поводу дохода. Ну, я могу сказать так, что я издал семь книг, значит, все они изданы в маленьких издательствах. Есть маленькие, есть микроскопические. А, ну, если… Давайте как бы будем о терминологии договоримся, да? Значит, ну, неважно. Значит, вот я, допустим, издал книгу, я в основном пишу что-то вроде поэзии. Значит, у меня вышла книжка, например, в самом высоколобом элитарном шведском издательстве поэзии, которая называется «У-Е-И». Это гласная в шведском слове поэзия. Там вот Ида Беррель, которая здесь сидит, она тоже там в этом же издательстве. Значит, и эта книжка, это единственная книжка, которая продалась полностью, то есть весь тираж продался. Просто чтобы вы себе представляли уровень, да? Значит, роялти, которую я получил за продажу всего тиража этой книжки, составляет 2000 крон. 2000 крон — это 200 евро. Бокал пива в Швеции стоит 10 евро, там, скажем, я не знаю. Прилично можно напиться. Да, да, можно пивка выпить. Так мы переходим к вопросу, как живут шведские писатели и люди. Но перед тем, как, да, и на что. Но перед этим я бы хотел сказать, ты сказал, что в Швеции люди не читают. Насколько я понимаю, в Швеции очень… Это тоже утрировано. Да, да. Может, я возражу, да? Извини, извини. В Швеции люди читают, конечно. В Швеции люди читают очень много переводики, например. Периодическая литература в Швеции очень… Ну, в смысле, газеты, периодические издания. Это очень важная часть структуры чтения. В Швеции книги… В Швеции читают очень много детективов, значит, и такого плана билетристики. Это тоже факт. Отсюда этот знаменитый шведский бум, «Нордик нуар» и вот это вот все, да? Значит… Но что касается серьезной литературы, особенно поэзии, ну, я не знаю, крупнейшая шведская поэтесса, одна из, на мой взгляд, самых главных шведских поэтов вообще, ныне живущая, Катарина Фростенсен, например, ну, у нее там тираж ее сборников, ну, скажем, составляет там две тысячи экземпляров, да? Значит, это как бы, ну вот, если ты продаешь там, скажем, или издан тиражом в пять тысяч, а уж десять тысяч, то это вообще… Я скажу, что две тысячи экземпляров, это теперь и очень хорошо для 138-миллионной России, поэтому… Да, с чем с вами? Это как раз то, что я хотела сказать, чтобы вы понимали, с чем отличается, и чем похожи Швеция и Россия. Чем похожи издательский мир Швеции и России, сто процентов? У нас одинаковые тиражи, абсолютно одинаковые. Я в прошлом году несколько месяцев жила по стипендии, и я разговаривала с редакторами, с издательствами, и я спрашивала тиражи от самых больших издательств до средних и маленьких. У нас абсолютно одинаковая ситуация. Сколько в России выходит обычная средняя книга, столько и в Швеции. Сколько в Швеции бестселлер, столько и в России. Но только шведов 10 миллионов, а у нас 140. 138, по-моему. Не преувеличиваю, как обычно. Я хотел спросить вот о чем. Насколько я понимаю, в Швеции... У вас все хуже. Насколько я понимаю, в Швеции очень развита культура аудиокниг. Шведы очень любят слушать аудиокниги и показывают цифры, что шведы чаще и охотнее приобретают книгу для того, чтобы ее послушать в машине, для того, чтобы послушать в спортивном зале, когда они занимаются спортом. Так ли это или я ошибаюсь? Расскажите нам об этом, пожалуйста. По традиции человек, который занимается на шведском радио постановками, обычно рассказывает об этом. Да. Я знаю, это старая русская традиция. Это и так, и не совсем так. То, что... Я профессионально занимаюсь звуком, да, то есть это правда, и как бы... как это... естальтник. ваше иман. по русской. Нормане... Я стальтен де ют. Ваше иман. Мы так узнали, что Дмитрий занимается чем-то, чего не знает никто в Швеции. Я занимаюсь тем, что сложно перевести на русский язык, но это как бы образный звук, то есть звук как образ, можно так, наверное, сказать, то есть это не музыка, но это как бы в любом случае, неважно. Книжки, аудиокнижки популярны сейчас в Швеции, этот процесс начался давно и поначалу он шел очень тяжело, издательства не понимали в чем дело, когда в Германии аудиокниги уже как бы завоевали практический рынок, в Швеции они продавались единицами, но сейчас это как бы какая-то видимо критическая масса или этот процесс достиг какой-то критической массы, и это дело очень пошло, более того, сейчас в контрактах в крупных издательствах, например, контракт на книгу может заключаться таким образом, что первичные права будут на аудиокнигу, а вторичные права на печатное издание, то есть настолько это развито сейчас. Вообще звук как таковой переживает очень большой подъем и в Швеции, и во всем западном мире, не знаю, как в России, я знаю, что в России, например, радиотеатр тоже существует, и аудиокниги и так далее, но я не знаю, насколько это сейчас популярно. В Швеции мы говорим о революции подкастов, например, то есть люди слушают, структура потребления медиальная за последние пару лет изменилась кардинально, значит, люди стали меньше смотреть и больше слушать, это связано, как считают, есть разное, естественно, объяснение этому, но больше всего это связано, видимо, с тем, что у людей стало меньше свободного времени, намного жизнь становится все более и более интенсивной, все более и более насыщенной, значит, потребление информации через слух может происходить параллельно с другими какими-то действиями часто, да, то есть, вот ты сказал, можно слушать книжку, едучи в машине, например, в метро, в автобусе, значит, можно выйти на пробежку или заниматься в зале и слушать книгу или аудиоспектакль или подкаст, значит, это, ну, сидеть и смотреть как бы YouTube, молодежь это тоже делает, но это как бы в меньшей степени. Это очень интересный феномен, потому что он также как бы сильно изменил структуру потребления, как я сказал, информации, в том числе во временном измерении, да, мы наблюдали в течение, я работаю в шведской национальной вещательной компании, это самое большое, ну, национальное вещание, да, то есть самая большая медиакорпорация в Швеции, и я поэтому имею, как бы, какой-то доступ к определенным цифрам, там, статистики и так далее, значит, если несколько лет назад было видно, что потребление информации сокращается по времени, что люди хотят слушать короче и короче сюжеты, короче и короче постановки, короче и короче, то сейчас это изменилось кардинально, то есть люди готовы сидеть и слушать подкаст, где два чувака друг с другом разговаривают в принципе ни о чем полтора часа, без проблем. Вопрос к Лизе, которая, я не знаю, можно ли раскрывать этот секрет или нет, который обсуждал, ты еще не знаешь, какой секрет я собираюсь раскрыть. Все раскрывай. В прошлом году ты рассказывала, что хотела бы написать, после того, как ты начала ездить в Швецию, что ты хотела бы написать книгу об иммигрантах, которые живут в Швеции, о людях, которые попали в Швецию, и на нашей встрече несколько дней назад здесь ты сказала, что ты не стала писать эту книгу, и могла бы ты рассказать, почему, что изменилось, ты посчитала, что ты еще не готова писать это, расскажи об этом, пожалуйста. Это не очень, наверное, интересный, это такой рабочий процесс. Просто я сейчас слишком близко в теме, мне нужно немножко отстраниться и выбрать, что важно, что нет, потому что когда ты очень сильно погружен в тему, кажется, что любая мелочь, любая деталь, она интересна в этот момент тебе, и ты можешь описать очень подробно, но на самом деле, когда ты отстранишься от материала, поймешь, что такими мазками не нужно, мелкими, нужно покрупнее. Но при этом ты постоянно ознакомишь в Фейсбуке российскую публику и своих читателей, ты постоянно рассказываешь о том, что тебя впечатляет в Швеции, и, с другой стороны, шведских читателей, норвежских читателей, насколько я понимаю, ознакомишь с тем, что происходит в России. Я хотел бы спросить у вас о том, мы понимаем, что в России сейчас есть некоторое разделение на политические лагеря, и писатели не разговаривают, часто не общаются друг с другом, и литература, несмотря на то, что все занимаются одним делом, все-таки одни писатели предпочитают дружить с людьми, которые разделяют их политические взгляды. Как обстоит дело в Швеции? Есть ли специальные литературные премии для писателей левых взглядов, для писателей правых взглядов и так далее? Ну, в Швеции есть, на самом деле, очень смешная премия, но она, конечно, не официальная, она просто смешная. Это ленинская премия, так и называется, ленинская в честь Ленина. Ее придумал один очень экстравагантный человек, который живет на юго-западном побережье Швеции, владелец нескольких отелей, который в юности был маоистом. Ну, в Скандинавии это было модно, к мао на самом деле это имеет очень отдаленное отношение. Некоторые из них поддерживали Пол Потта, но это тоже не значит, что они совершенно такие сумасшедшие люди, просто, может быть, не очень понимали, что на самом деле там происходит. И вот он из этих. В молодости он был таким активистом, выступал против войны во Вьетнаме и так далее. Сейчас у него просто отель и много денег, маленький городишко и скучно. И он придумал ленинскую премию и дает ему эту премию писателям, которые, по его мнению, больше достойны в Швеции получить именно такую ультралевую премию. Но не все считают, что это хорошая премия, и очень некоторые лариаты, в принципе, отказываются. Говорят, нет, спасибо, но нет, не возьмем. И еще этот человек придумал премию имени Робеспьера. Это для молодых писателей до 35, по-моему. Ну, это больше веселье. А остальные премии в Швеции, ну, я опять же со стороны скажу, Дима скажет, изнутри. В Швеции нет такого идеологического все-таки разделения, как у нас. Как у нас есть либерасты и черносотинцы, как мы все друг друга называем. Просто есть темы, о которых, ну, просто не камильфо писать или говорить, но и не только в литературе, и, в общем-то, в жизни. То есть какие-то экстремисты просто не войдут в литературный или в журналистский круг. Ну, я бы хотел еще сказать, что, как бы, вообще к нашей сегодняшней беседе, что мы, конечно, даем вам картину невероятно тенденциозную, фрагментарную, поскольку, как бы, в этом формате рассказать о, как бы, о литературном процессе или культурном процессе, который происходит в целой стране в течение, как бы, который просто происходит, скажем так, невозможно. Поэтому это, как бы, чтобы вы понимали, что это только какие-то, как бы, кусочки чего-то, да. Значит, что касается твоего вопроса, то, конечно, разделения такого нет. Значит, традиционно шведские интеллектуалы, писатели в этом смысле не исключение, как и все западноевропейские интеллектуалы, в массе своей идеологически, как бы, ориентированы на левые взгляды. Почему это так? Это, значит, можно долго объяснять, но если в двух словах, то, естественно, как бы, задача интеллектуала находиться в оппозиции к обществу, когда общество, как бы, ну, капиталистическое, грубо говоря, да, то, соответственно, автоматически получается, что интеллектуал так или иначе находится в среде противоположного лагеря. Значит, ну, это, опять же, очень грубое объяснение и очень, как бы, в самых общих чертах. Значит, премии есть много в Швеции, есть стипендий много в Швеции, рабочих, ну, которые можно получить для того, чтобы писать, грубо говоря. Есть какие-то премии жанровые, как я уже говорил, есть премии за дебют, есть самая большая в Швеции литературная премия, премия Августа разделена на пожанровые, то есть там за лучшую книгу года в области художественной литературы, за лучшую книгу года в области non-fiction, за лучшую книгу года детскую. Детская литература, кстати говоря, нужно об этом сказать, видимо, особенно, это вообще особенная литература в Швеции, это свой мир, значит, который существует по своим законам и который, как бы, ну, вы, наверное, знаете, что шведская детская литература одна из самых богатых и самых интересных в мире, это без преувеличения, значит, поэтому это как бы государство в государстве, да, если говорить о литературе, вот, и, ну, я думаю, что, или я знаю, я не думаю, я знаю, что популярные детские книги шведских писателей популярны и у русскоязычного читателя, ну, Астрид Ленин, само собой, но и Юйя Весландер с «Мама ему», и Кот Финду с «Свена Нуртквиста» и так далее, то есть я думаю, что все из вас, особенно у кого есть дети, все знают, что это такое. Значит, ну, да, вот премий много, и они, как бы, скорее, жанрово ориентированы, если резюмировать. Да, я хотел поговорить, вообще, тема нашей сегодняшней встречи – роль писателя в Швеции, и у нас в российской традиции, в меньшей степени, наверное, в Беларуси, откуда и я, и Дмитрий, было принято считать, что писатель такой властитель дум, и многие русские писатели до сих пор хотят оставаться властителями дум, хотя мы понимаем, что, вероятно, немного сместились акценты, и, наверное, если кто-то является властителями дум, то это, наверное, какие-то ведущие на телевидении, которых гораздо чаще показывают. Какова сейчас роль большого шведского писателя, и в этом плане мне очень интересно, и является ли в Швеции писатель таким властителем дум или человеком, который просто предлагает обсудить какие-то вопросы. И в этом смысле как раз очень хорошо, потому что у нас есть свежий взгляд и взгляд разочаровавшегося… Взгляд не свежий. И не свежий взгляд писатель. Лиза, пожалуйста. Поправишь меня, да, если что. Ну, как и везде и всегда, писатели в том числе пишут в газеты. Колонки, мнения, участвуют в дискуссиях там особо острых, наболевших, злободневных. Также и в Швеции все писатели отзываются какой-то колумнистикой в ведущих изданиях. Многие постоянно и к ним прислушиваются. И в Норвегии то же самое. Ну, тут немножко чуть-чуть в соседнюю страну сейчас заеду, в Норвегию. Один из редакторов норвежского, одного из крупнейших издательств, Кристиан Кельструб, сказал мне, что вот эта роль писателя-властителя дум, она никуда не исчезла, она просто чуть-чуть сместилась. То есть если раньше люди искали ответы на свои вопросы в книгах писателей, то теперь они чаще всего ищут эти ответы в их колумнистике в газетах. Но тем не менее писатели в Норвегии и в Швеции остаются, как мне кажется, очень важной персоной. Правильно, я понимаю, что литературное творчество становится сопутствующим жанром к выступлениям в колумнистике. Нет, не сопутствующим, но, как всегда, Камью тоже писал колонки, и они были бешено популярны. И даже при жизни Камью больше людей читали его колонки, чем его книги. Понятно, что мы теперь больше помним его новеллы, романы, но, тем не менее, наверное, так было всегда. Наверное, просто колумнистика более какой-то популярный жанр для более большой аудитории. Дмитрий? Ну, это невозможно ответить на этот вопрос однозначно и просто, потому что шведская литература не гомогенна, как я уже сказал. Это нет, значит, вот, если я не ошибаюсь, у Довлатова есть такое остроумное, как часто у него, замечание, что успех в Советском Союзе был понятием абсолютным. То есть, если ты был успешным писателем, то тебя знали от доярки до члена ЦК и так далее. И ты, соответственно, мог влиять, как, я не знаю, Евтушенко, наверное, классический пример, влиять на судьбы и так далее. Значит, на Западе вообще, в Швеции в частности, как бы успех может быть десяти разных видов, если не пятидесяти. Значит, есть писатели и поэты очень влиятельны в писательской и поэтической среде, к которым прислушиваются, допустим, те же издатели, когда они решают, какие новые книги им издавать, или, значит, литературные критики к ним прислушиваются и так далее. Есть писатели популярные и активные в дебатах, как, я не знаю, как Ян Гью, например, который очень известный писатель, который пишет детективы в основном, или исторические, приключенческие романы, и который как бы очень известный участник дебатов общественных. Значит, есть писатели, которых, я не знаю, стыдно не знать, грубо говоря, как уже покойный, к сожалению, Тумас Транстремер, лавриат Нобелевской премии. То есть нельзя сказать, что его читают там, я не знаю, в гамаке на даче летом, но, тем не менее, стыдно не знать, кто такой Тумас Транстремер. То есть льва Толстого в Швеции нет, как бы, который не писателя, который, как бы, сказал бы, я не могу молчать и все схватились бы за сердце, да? Такого, ну, ну, как бы, да, есть? Друзья, я хочу напомнить, простите, я хочу напомнить, что не все жители Казани говорят по-шведски пока, поэтому, это прекрасно, да, будет хорошо, если, Дмитрий, ты переведешь и потом ответишь. Меня тут из шведского посольства поправили, значит, Аташа по культуре, Стефан Ингверсон, посольство Швеции в Москве, сказал, что я несправедлив к шведским писателям. Я считаю, что дикатомия между поэтами и криминальной литературой, а между ними, есть настоящая литература, которую читают 300 тысячи, 40 тысячи, 400 тысяч людей, как сейчас имеют мы, как и у нас в Ассенком мире, и они тоже влияют на это? Да, но они влияют на публичные дебаты именно тем образом, про которые сказала Лиса. Они влияют на публичные дебаты через статьи в газетах. Они не влияют на публичные дебаты, как Янг и Ю. Шерстин Экман не участвует в телевизионных дебатах. Юнас Хасинг и Мири не участвуют в телевизионных дебатах. Вы, если они пишут, это влияет на публичные дебаты? Ну, да или нет, я не знаю. Ты считаешь так, я сомневаюсь. Я откровенно говорю, я сомневаюсь. Я могу сказать, что да, конечно, существует серьезная шведская литература. Было бы странно, если бы ее не было. Значит, но я не встречал, за те годы, что я живу в Швеции, я не встречал человека, который бы мне сказал, что мою жизнь перевернул роман Шерстин Экман. Вот так я скажу. Вы ходите по разным улицам. А я не встречал человека, которому... Это было именно Александр, как бы с налогами с Линдия. И потом, когда Шерстин Экман, она вообще не участвует в дебатах. Но она однажды сказала, надо сохранять лес в таком виде, который он раньше существовал. И это меняло политику. И так было, как когда Сыдлинья сказала, хватит сейчас налогами, высшими, чем 50%, и не сменилось общество. Безусловно. И то, и другое... Это делает, и это изменяет общество. Первый случай был 30 лет назад, второй случай был 50 лет назад. Мы сейчас говорим о ситуации сегодня. Но ты Толстого сам приводишь, при этом в пример. Я говорю, что сегодня я не вижу писателя, который бы... Ну, может быть, я ошибаюсь. Ну, да. Но последний пример, это были у нас останки Милий. Который изменил что? Ну, да. Морально, когда Швеция закрыла свои границы, он был моральным голосом, который сказал, что мы сейчас перешли, как бы, границу... достойного поведения. Да? Я хотел, наверное, в этом смысле Лиза может нам помочь, потому что мой вопрос заключался в том, что у нас было точное ощущение, что в советские времена, и, безусловно, это связано с медиа, с развитием, с тем, что сейчас есть Facebook, телевизор, YouTube. У нас было ощущение, что властителями Дум были не столько Ольга Бузова, сколько Довлатов, Бродский и кто-нибудь еще. И сейчас, вероятно, сила писателя немного снизилась. Может быть, он не столь... И мне было интересно сравнить, так ли она снизилась, условно, в Швеции, или все-таки в Швеции писатель еще имеет больший арсенал, чем, условно, русский писатель. Ну, давайте будем говорить так, что во всем мире, да, и Швеция, и Россия в этом смысле просто часть одного процесса, который происходит. Везде падают тиражи, везде писатели становятся менее популярными, сама профессия менее популярна, читателей меньше. Скорее на смену писателям приходят кинорежиссеры по той роли, которую когда-то играли писатели. Но если сравнивать все-таки ситуацию в Швеции, то, безусловно, она лучше. И этому есть очень простое банальное объяснение того, почему в Швеции намного лучше ситуация, чем в России. Потому что в России на любую проблему мы знаем ответ. На любую. В любой сфере, и в том числе в литературе. Это коррупция. Коррупция и кумовство. И то же самое происходит в литературе. И чего нет в Швеции, потому, может быть, понятно, оно есть, может быть, везде, но не в таких масштабах. Потому что система сама в Швеции настроена очень правильно. Просто я буду сейчас не в общем, а какие-то маленькие примеры приводить. Например, Союз писателей Швеции, совершенно, кстати, отличающийся от убогого Союза писателей России, этого жуткого заведения. Швеция – это прекрасная организация, работающая организация, работающая внутри страны для своих писателей, работающая в мире. Это Швеция, да? Страна на севере Европы, тем не менее считающая своим долгом поддерживать, например, писателей в заключении, писателей в Эфиопе, которые находятся уже 10 лет, он 20 лет в тюрьме. В Эритрее. Союз писателей Швеции дает стипендию членам Союза. То есть любой писатель, у которого есть желание не работать сейчас, не ходить в офис на службу, а работать над книгой, для чего требуется финансовая поддержка, подает заявление, но на стипендию. Год, три и пять. По-моему, да? Так же, как в Норвегии? Я вынужден тебя прервать. Это не совсем так. Это так? Нам рассказывал ты председатель Союза писателей. Да? Нет? Но это можно подать стипендию? Это разные организации, ты не обязательно можешь быть членом Союза писателей. То есть можешь быть просто писателем. Это то, что подобно на то, что в Союзе называлось писательским фондом, если кто-то помнит. Хорошо, но... Хорошо. Я не об этом, а о том, что, как нам рассказывал тогда Гуннер Арделиус, когда он бывший председатель Союза писателей, что когда решается судьба стипендий, например, вот Саша Филипенко, мы решили, он подал заявление, мы рассматриваем, давать ли ему стипендию или не давать. Если в числе жюри есть люди, которые дружат с Сашей Филипенко... Частью таких нет обычно. Они должны встать и уйти на момент обсуждения, потому что... Иначе это кумовство, иначе это некий сговор. В России не считается зазорным, когда премию, я не буду называть имя, потому что, в принципе, я неплохо отношусь к этому человеку, но когда премию получает писатель, который состоит в числе большого жюри. Пусть там в жюри 100 человек, но этот писатель в этом жюри был годами, а теперь он участвует в этой же премии и получает эту премию. Это то, чего не может быть в Швеции. Он формально вышел из жюри, когда участвовал в премии или нет? По-моему, нет. Я не слышала, чтобы он выходил. Если дается премия, то жюри присуждает эту премию, либо, ну, если это не какие-то политические вопросы, и сказали из агентства по печати, вы дайте вот этому, а не этому, то, конечно же, всегда дают своим друзьям, подружкам, собутыльникам и так далее. Это так устроено. У нас так всегда. И не приходит в голову нашим писателям делать по-другому. Встать просто и выйти. И когда решается судьба твоего приятеля, просто встать и уйти, чтобы было объективно. Дима, ты не согласен? Нет, я согласен. Так есть. Система распределения стипендий очень продумана. Она совершенно никак, я думаю, не похожа на ту систему, которая существует в России. Я не очень с ней знаком, но судя по тому, что ты описываешь. Во-первых, самое главное, что отличает эту систему в Швеции от системы, которая, как я себе представляю, существует в России, это то, что люди, которые занимаются распределением стипендий, присуждением премий, там сидят в жюри премии и так далее, это никогда не чиновники. Этого не бывает вообще. и это всегда люди, которые сами работают в этой области. Если мы говорим о литературе, то это литераторы. Значит, там существует жесткая система ротации, не только то, о чем ты сказала, но и ты не можешь сидеть в жюри премии, например, 10 лет, или в фонде, который распределяет стипендии рабочие. Это все очень жестко регламентировано. Все это именно для того, чтобы не было никаких, не было почвы даже для того, чтобы присуждать рабочие стипендии или давать премии людям из каких-то иных соображений, кроме собственно качества их литературы. Значит, это безусловно так. То есть, другой вопрос, значит, как со сами, ну, что это все равно, как бы, что ты все равно должен писать там заявки, это все равно работа со стороны писателя тоже и так далее, и так далее. То есть, ну, это так работает, да. Но это значит, что премии отбирают действительно книги по качеству, по тексту, а не по имени писателя и не по отношению члена жюри с писателем. А это значит, что издательства нацелены на качество. И все, весь издательский бизнес работает совершенно по-другому, другой отбор. Поэтому и книги лучше, поэтому и читателей больше. Это вся система, которая, в принципе, работает, ну, как и политическая система, в принципе, хорошо работает. Да, это, видимо, так. Значит, я просто хочу еще немножко, если вы позволите, вернуться к ситуации с властителями Дум. Да, конечно. Да. Значит, я просто поясню, наверное, для аудитории, что я вообще, как, и как автор, и как человек, я не верю в волшебную силу искусства. То есть, мне, может быть, Стефан считает, что я несправедлив к писателям шведским. То есть, я не считаю, что литература делает человека лучше. Как бы, значит, хорошо, спасибо, согласились. Вот, значит, это одно. И второе, то те примеры, о которых говорил Стефан, как я уже заметил, это примеры прошлого. На сегодняшний день все-таки я придерживаюсь своего мнения, что таких моральных авторитетов, которые влияют на ход политики или всей, как бы, общественной жизни в Швеции среди писателей, я их не вижу. Может быть, они есть, я их не вижу. Значит, это обратная сторона, наверное, если я никогда об этом не думал, но я сейчас говорю и думаю одновременно. Возможно, это обратная сторона демократизации. Поскольку писателей в Швеции стало значительно больше в последние годы. Выходит, если я не ошибаюсь, две тысячи наименований новых книг каждый год только художественной литературы. Сюда не включены ни детские, ни фактологическая литература. Значит, существует целая система школ креативного письма сегодня, которой не было 30 лет назад, например, которая готовит профессиональных писателей, которая успешно готовит профессиональных писателей. Значит, поэтому сама ситуация, сама структура как бы писания, создания литературы и потребления литературы, на мой взгляд, существенно изменилась буквально за последние 10 лет. очень сильно изменилась. Значит, как в лучшую сторону, так и в худшую сторону тоже. Я, например, работаю драматургом, кроме всего прочего. Если 10 лет назад, когда я получал пьесу, ну, вы представляете, а, драматург — это не совсем топ в русском языке. Как это? Да, наверное, сотрудник литературной части, да, так это звучит. То есть как редактор, только который работает с пьесами. Когда я 10 лет назад получал тексты от драматургов, тогда уже, мне достаточно было прочитать, я не знаю, 5 страниц, 10, и видно, человек умеет писать или нет. Сейчас я вынужден читать все полностью, потому что писать умеют очень многие. Я вынужден прочитать как бы от первой страницы до последней, чтобы перевернуть в последнюю страницу и задуматься, а о чем это все. Потому что они умеют писать. Значит, технически это сделано часто просто безупречно. То есть вот у этой как бы да, ремесло стало намного более распространенным, скажем так. И у этого есть безусловные плюсы, но есть и некоторые минусы, на мой взгляд. я просто хотела добавить, что опять же Швеция тут не уникальна. Это те же процессы, которые происходят сейчас во всех странах, но и в России в том числе. Все эти школы литературного письма, их, я думаю, что и в Казани они появились. Они появились в Москве, и в Петербурге, они появились даже в Мурманске, я знаю, есть одна. и я вела один мастер-класс в Москве, и я просто первое, с чего я начала занятие, сказала, а вам это зачем? Потому что ни денег, ни славы, ничего не дает литература сегодня, но есть огромное, действительно, огромное количество людей, которые хотят писать. И я помню, что меня удивило, что в Швеции один из писателей, который занимается также, ведет какие-то курсы, сказал мне, что мне кажется, что в Швеции стало больше людей, которые пишут, чем которые читают. Но это такая очень типичная поговорка для России. Все редакторы, все издатели, все писатели и критики говорят то же самое, что у нас стала самая пишущая страна, но никто не читает, все пишут. Так что абсолютно те же самые процессы. Да, в продолжение я бы хотел, скажи, пожалуйста, и потом. Нет, нет, это просто пример того, почему, на мой взгляд, нету сейчас одного или двух или трех таких писателей и писателей. Это одна из причин этого, на мой взгляд. Я не знаю. В продолжение я хочу поделиться пикантной подробностью. Мы по утрам вместе с Дмитрием бегаем по Казани здесь пока, и сегодня в результате пробежки мы, Дима рассказал интересную, как мне кажется, историю, в продолжение того, что ты сейчас говорил, о преподавании в университете, когда ты замечаешь, что шведы могут хорошо написать, хорошо рассказать историю, но им иногда сложно, нету тем, или, как тебе кажется, расскажи, в продолжение того, что ты сейчас говорил. Да, два слова. Это как бы не... Я преподаю, или преподаю, это так звучит, как будто я... Ну, читаю курсы иногда. По-русски это, наверное, будет называться театральная академия. Значит, я работаю с театром, это моя основная область. И когда я встречаюсь с будущими режиссерами, например, хотя это как бы... Эта школа, она готовит не только сценических режиссеров, но и кино, радио, то есть медиальных, любых. Значит, то, о чем я говорил, это были как раз кино или даже анимации конкретно вот в этом случае. Значит, и чтобы попасть в эту школу, нужно как бы... Ну, туда не попадают после школы общеобразовательные. Это как бы единственное высшее учебное произведение такого рода в Швеции, и туда попадают люди, которые либо имеют уже за плечами какую-то подготовительную художественную школу образования, либо имеют опыт работы в этой области, либо и то, и другое. То есть, это не 17-18-летние молодые люди, это скорее ближе к 30 годам люди, которые умеют, умеют. и вот тут вот я столкнулся с чем, о чем я упомянул Саше сегодня утром, в разговоре с Сашей сегодня утром. Это, опять же, мое сугубо личное мнение. Я столкнулся с тем, что эти как бы крэм-а-ля-крэм, то есть сливки сливок вот в этой области в нашей стране, они очень точно и очень четко знают как. Они умеют очень профессионально делать, знать, форматировать, они знают, как построить рассказ с медиальной точки зрения, они знают, как привлечь внимание зрителя, они знают точно как, но они не знают что. Они не знают, зачем они рассказывают эту историю, что эта история может значить символически, семантически, на разных философских уровнях. Это как бы вот этот момент, меня это, я помню, когда я с этим столкнулся, меня это поразило просто. Вот это разрыв, это разрыв, это разрыв, это разрыв, это разрыв, это разрыв, да, спасибо. Этот разрыв между совершенно четким представлением и умением, они умеют действительно рассказывать истории, значит, профессиональным уровнем и отсутствием императива, внутреннего императива к рассказу как таковому. Так бы я это, наверное, сформулировал. Я хочу сказать, что Дима опять не прав, как всегда. У нас есть такой... Я не претендую на правоту, я делюсь своими Я не претендую, потому что ты не прав. Хотя у нас есть такое представление, что хорошо быть писателем в России, потому что не нужно ничего делать, нужно сидеть вот так, и темы, сюжеты, события просто будут пробегать толпой мимо, потому что у нас всегда много чего происходит рядом с тобой, в новостях, везде. У нас страна, что уж говорить, не скучная, совсем очень веселая. Швеция, конечно, очень спокойная, когда туда приезжаешь. Там кажется, что там хорошо писать, потому что вроде вообще ничего не происходит. Но на самом деле там есть у самих писателей... Я сразу хочу сказать, что я не читаю по-шведски, поэтому я могу судить только по тому, что я слы, по отзывам о книгах, по аннотациям к ним. Но мне кажется, удивительным образом у тех современных шведских писателей, чьи книги я просматривала по аннотациям, по темам за последнее время, лучше и выбор тем богаче намного, чем у российских писателей. И интересы совершенно разные. и очень много... В Швеции есть второе по величине изнастейства Норштетт, и главный редактор художественной литературы сказал, что самая популярная сейчас тема, например, среди современной литературы, самая тиражная, это так или иначе связанная с людьми, которые приехали в Швецию. Маленькими ли они приехали, либо взрослыми, то есть люди с иммигрантским бэкграундом, которые могут рассказать и о том, что происходит в их странах, откуда они уехали, и как происходит их жизнь в новой стране, как происходит их обретение этого нового дома. И в этом смысле... И речь идет о самых разных. В Швецию приезжают из самых разных стран из самых разных частей света. И очень много писателей, которые пишут об этом. очень много тем, которые понимают женщины. При слове феминизма у нас в России у людей начинается обычно дрожь, что феминизм у нас несет некую почему-то негативный оттенок. На самом деле, понятно, что нет. Но женщины, которые описывают свой опыт... У нас в России практически нет такой литературы. У нас есть немножко переводной литературы, которая выходит в маленьких издательствах. Но в Швеции очень много хороших книг, как мне кажется, хороших, на всяком случае, известных и популярных, написанных женщинами, написанных именно о роли женщины в обществе, о судьбах женщины, книги, в которых именно женщина ставится в центре всего. Потому что вся литература всегда крутилась вокруг мужчин или писалась мужчинами. И те редкие книги, даже прекрасные шедевры о женщинах всегда были написаны мужчинами. В Швеции очень ярко о себе заявляют именно шведские писательницы, женщины. Как мне кажется, гуляя по ярмарке, глядя на обложки, слушая отзывы, мне кажется, что шведские писатели знают, о чем писать. У них очень много тем и богаче современная литература. Во всяком случае, я сравниваю с нашей. И больше ни с чем. Мне ни с чем сравнивать, кроме нашей. Пардон, я могу добавить. Я, во-первых, в этом конкретном случае говорил не о писателях. Во-вторых, я, естественно, очень грубо обобщаю, поскольку еще раз у нас такой формат сейчас. Естественно, что разные есть и режиссеры, и писатели, и так далее. То, наверное, что я замечаю, опять же, у нас сейчас получился такой с тобой формат злой полицейский, добрый полицейский. Я говорю о том, что как бы проблематично, а ты говоришь о том, что хорошо. Будем его придерживаться, почему бы и нет. Значит, то, что, если опять же говорить то, о чем упомянуть, то, что, на мой взгляд, проблематично, это то, что в литературе и в театре, например, это как бы вот те области, которыми я занимаюсь, да, рассказы есть, но рассказы эти подчинены четким трендам. Значит, если у нас тренд, как бы говоря, я не знаю, последний, Мету, все пишут про Мету, значит, если у нас тренд в театре переносить на сцену классические фильмы художественные. Во всех крупных театрах репертуарных Швеции переносят Ларса фон Триера, я не знаю, там, Бергмана и так далее, и так далее на сцену. Потом у нас тренд, я не знаю, романы крупные переносить. Все театры переносят крупные романы. И вот это, я считаю, крайне проблематично, потому что это значит, что у художников нет внутреннего, как я сказал, императива рассказать то, что он или она хотят рассказать. Есть, что рассказать, безусловно, но это получается так, ага, тренд вот этот, ну так и мне есть, что рассказать по этому поводу. Тренд вот этот, так и я могу об этом рассказать. Наверное, это везде, опять же я добавлю, что это везде так работает, к сожалению. Да. Мы сегодня говорим о Швеции и России. В связи с этим два вопроса, которые, казалось бы, наверное, мы все примерно поднимаем ответы, но хотелось бы от вас их услышать. Как сейчас дело обстоит, глядя на российские премиальные списки за последние несколько лет, мы понимаем, что все-таки российские литераторы обращены как раз к проблемам России, это или там, смысление прошлого, но все-таки это прошлое России, как правило, как в этом смысле, есть ли какое-то понимание разделения в Швеции, все-таки Швеция также смотрит на себя или то, о чем ты говорила, это очень много литературы о мигрантах, все-таки является ли сейчас шведская литература частью глобальной литературы, литературы Европы, это первый мой вопрос, и второй, ну давайте на него ответим, и потом, я не знаю, Лиза. Насколько я знаю, шведская литература сегодня, популярность шведской литературы, которая оценивается по тому, как переводится в других странах, растет. В России мы, к сожалению, не так знакомы с хорошей шведской литературой, как, например, в Германии, в Норвегии, там, где больше всего переводят сегодня, в той же Франции, там, где больше всего переводят сегодня шведских писателей. Но тут просто запрос наших издателей, в основном, наверное, ну крупных, если выходят хорошие книги, они выходят либо в детских издательствах, потому что, да, и запрос на детскую литературу, какие-то хорошие книги могут выходить в маленьких издательствах, но наши гиганты, точнее, наш один гигант XMO-ST, который, в общем, большую часть книжного рынка охватывает, не заинтересован, к сожалению, в издании именно хорошей шведской литературы, поэтому мы с ней еще, видимо, не так скоро познакомимся в большом количестве. Ну, шведская литература, безусловно, включена в европейский, в мировой процесс, и шведская литература, как я уже сказал, это явление мощное, разделенное, как бы, жанрованное на разные, я уже говорил, что детская шведская литература, это вообще отдельная шведская литература, я бы сказал, или фактологически, вот Элисабет Оспринг была тут, например, ее книга, которую она здесь представляла на русском языке 1947, она там, ревью пишутся там, я не знаю, в Guardian, New York Times и так далее, да, то есть, это, ну, есть, есть определенные как бы связи с европейской, с мировой культурой, безусловно, литературой, шведская литературная среда, издательская среда также чувствительна к трендам и там, опять же, я еще раз хочу заметить, что чувствительность к трендам не обязательно минус, как бы там есть и положительные моменты и отрицательные моменты, вот, значит, в Швеции много переводится литература, современная переводится быстро, ориентация, конечно, безусловно, на англо-саксонскую литературу, русскоязычная литература переводится достаточно хорошо, значит, немецкая, но, конечно, основная глобальная вот, это англо-саксонская традиционно, но, но и тут за последние годы я вижу изменения, изменения, на мой взгляд, к лучшему, как бы, стало намного больше переводиться литературой, например, с китайского языка, чего раньше практически, это было, как бы, ну, экзотика, сейчас это уже не экзотика, на мой взгляд, стало намного больше переводиться литература с других скандинавских языков там и, ну, с языков соседей, там, с финского, с норвежского, с датского, значит, ну, есть запрос вообще, вот, ты сказал, что шведы любят свою литературу, да, они любят свою литературу, но шведы много читают и переводной литературы, и переводная литература, вот, кстати, это интересный момент, вот переводная литература, Вот там может быть, по крайней мере в течение какого-то периода, писатель, который является правда властителем дум общества шведского. Вот последний такой пример это Светлана Алексеевича. Когда она получила Нобелевскую премию, значит, ее книги, ее голос в шведском обществе зазвучал на всех уровнях. Ну это как бы явление не глобальное, оно пришло и ушло, скажем так. Но это был момент, когда вся культурная жизнь Швеции так или иначе строила, как-то было это отношение к тому, что особенно к ее, естественно, новейшей, последней, ну не последней, надеюсь, но новейшей книге «Время секонд-ханд». И это переводная, безусловно, литература, но тем не менее. Мне кажется, что вот… да. Друзья, мне показалось, что у нас осталось всего пять минут. Если есть какие-то вопросы из зала, то я думаю, что… А давайте мы выделим, если вдруг они есть, а может быть нет, тогда с удовольствием давай… Вот, смотрите, много рук, мне кажется, что на них это всегда интереснее, чем… Да, процесс такой. Поднимайте руку, мы передаем микрофон, задавайте место. Скажите, пожалуйста, а вам вот у Алексеевича, вот что вы читали, что вам больше нравится, если вы читали? Можно такой вопрос? Это мне или нам? Вообще можно всем, я не знаю, это на ваше усмотрение. Я читал все, что написала Светлана, я знаком с ней много лет, я с ней работал, я сделал драматургическую обработку «Времени секонд-хенд» и ставил как режиссер, это как спектакль. Я ставил для радиотеатра шведского радио, и премьера была в Королевском драматическом театре, когда… в присутствии самой Светланы. Я считаю, что если говорить о творчестве Светланы, то это особая вещь, скажем так. Я могу очень долго об этом говорить. Для меня эти пять ее основных книг, это на самом деле одна книга, которая построена совершенно гениально драматургически, композиционно, где последняя книга, прочитав «Время секонд-хенд», только тогда я, например, понял, как написаны все четыре предыдущие, почему они так написаны и так далее. То есть это сам процесс, ну я говорю, что я немного с ней знакомый, как бы мы разговариваем иногда, но я вообще не понимаю, как нужно мыслить, чтобы в течение сорока почти лет заниматься одной темой и писать вот этот вот эпос, ретроактивно зная, как ты его потом повернешь назад. То есть это… Лиза? Спасибо. Не за что. Когда Алексеевич присудили Нобелевскую премию, вы помните, какая была реакция у нас? И главное, какая реакция была среди наших писателей? И когда газета «Известия» хотела поздравить, собрать какие-то поздравительные отзывы для Алексеевича по поводу Нобелевской премии, я была одна из пяти. Вот был Пастернак, твой издатель, я сейчас не помню, кто-то еще. Вот мы поздравили, потому что мы действительно были абсолютно счастливы, и уже несколько лет ожидалось, что ей дадут эту Нобелевскую. Она работает сейчас над какой-то книгой, не в курсе новой. Она пишет книгу «Любви». А, «Любви» она хотела, да. Да, там были еще какие-то вопросы. Здравствуйте, мне бы хотелось спросить ваше мнение насчет криминальных романов шведских. И почему, как вы думаете, они стали настолько популярны, насколько стали? И какое место они занимают в общей экосистеме шведской литературе? Спасибо. В Швеции дико популярны эти романы. На Гетеборгской ярмарке, я помню, был день, просто день криминального романа, когда шли просто нон-стоп встречи с писателями именно этого жанра на всех площадках. Я не знаю, я не могу, это не совсем мой жанр, хотя я люблю иногда прочитать что-то или посмотреть, но кто не любит скандинавские детективы. Но, наверное, почему они такие хорошие, можно ответить только так же, как и обо всей шведской литературе, потому что есть очень строгий отбор, которые есть, да? Ну, не знаю, я не знаю, у меня нет ответа по подбору. Я хочу, чтобы детективы пишут достаточно много людей. Это учительницы, это полициянцы, бывшие полициянцы. Просто их пишут тысячи, десятки тысячи людей. И я думаю, что это просто такая пирамида. Если достаточно много людей пишут, там... Такой марксистский подход. Количество в качестве. И не в хорошем смысле, что они хорошо написаны, но в хорошем смысле, что они что-то нашли интересного. Ну, кстати, по поводу роли писателя, нужно сказать, что самые известные шведские... Ну, детективщики, немножко грубоватое слово, но авторы криминальных романов были и являются левыми по убеждениям, и также и являются не просто авторами криминальных романов, но также высказываются по самым острым социальным вопросам или высказывались. И вполне были фигурами очень влиятельными в публичной жизни, в дискуссиях и так далее. — Дмитрий, почему шведский детективный роман так популярный? — Я не знаю. Я не читаю детективов. Это явно не ко мне вопрос. Я думаю, что частично потому, что Стефан сказал, что да, и это частично связано с тем, что я тоже упоминал, что количество грамотных писателей очень сильно возросло за последние годы, и когда действительно 10 тысяч человек занимается чем-то, то 20 из них занимаются этим хорошо. Значит, частично потому, что запрос у общества, которое, ну, в общем, довольно благоустроенное и как бы спокойное в массе своей на нечто, что щекочет нервы, существует тоже. Это тоже можно долго говорить, почему, и это связано также с историческими всякими, на мой взгляд, тенденциями, событиями и так далее. Но потом, опять же, то, что Лиза говорит, что шведские детективные романы очень часто связаны с современностью, то есть с тем, что происходит в обществе именно сейчас, так или иначе, как «Миллениум», например, Стига Ларсена. Значит, почему они популярны в мире, я думаю, также еще и потому, но это, опять же, мое сугубо личное мнение, потому что эти книги не соответствуют общему представлению среднего человека, скажем так, обывателя, наверное, не очень хорошее слово, не знаю, но публики, скажем так, они не соответствуют той картине, тому представлению о Швеции, которая существует у публики, скажем так. То есть если вы представляете себе Швецию как страну ИКИ, Эриксон, ну, вы понимаете, да, то есть как бы индустриально развитую, благополучную страну со спокойным общественным климатом и так далее, демократичную, открытую и так далее, и потом вы читаете «Миллениум», где происходит такое, то у вас это вызывает интерес. Ты можешь знать, что происходит, ты не читал этот мнение. Я читал. Я обычно не высказываю, стараюсь не высказываться о том, чего не знаю. Здравствуйте. Меня зовут Даниэла. Я в первую очередь хотела бы поблагодарить вас за эту дискуссию, за те темы, которые сегодня были подняты. У меня вот такой вопрос, может быть, нетипичный, потому что мы все-таки живем сейчас в очень светском мире, если мы говорим о Европе, это особенно мы видим. И вот такой вопрос в соответствии с этим. Есть ли вообще сейчас в современной шведской литературе такое понятие, как религиозный, духовный мотив и более узко, если говорить христианский? Вот такой вопрос. Я точно не знаю. Я тоже не знаю. Ну, я могу ответить тогда. Да, есть. Есть, безусловно, в основном в поэзии, поскольку эта форма более как бы близкая духовной литературе как таковой. Значит, есть крупные шведскоязычные поэты, как Мария Кюшен или Вастина Бюгместер, которые как бы финские, но пишущие на шведском языке, которые пишут на религиозные и духовные темы, они очень известны и уважаемы. Да. Ну, короткий ответ да, есть. Именно книги Светлана Алексеевича читает особняком, я считаю. Все книги и «Чернобыльская молитва», в частности, вот сейчас тоже интерес повышен с сериалом. Я когда читала, как вы, вы смотрели этот сериал? Вот последний вопрос еще. И как вы тоже к этой теме относитесь? Потому что, когда я читал книгу Светлана Алексеевича, вот у меня все эти книги из этого цикла есть, и я с нетерпением жду ее все новые книги. Спасибо. Как вы относитесь к этому? Спасибо. Да. Ну, сериал это очень качественный и хорошо, что он создан, он частично основан на Чернобыльской молитве Светланы Алексеевича, но не только на ней. Я буквально в пятницу перед отъездом в Россию разговаривал со Светланой. Я пишу иногда для культурного отдела крупной шведской газеты «Экспрессен». Я как раз мы писали о том, что в сериале, несмотря на то, что он основан на чернобыльской молитве частично, не указывается имя Светланы, и поэтому я с ней связывался, попросил ее прокомментировать. То, что сериал сделан, это очень хорошо. Он имеет, кстати, непосредственное отношение к Швеции, этот сериал, поскольку он поставлен шведским режиссером Юханом Ренком. поэтому, как бы, ну, да, и после того, как «Экспрессен» написал об этой ситуации, HBO заявила о том, что они исправят эту ситуацию, и ссылка на чернобыльскую молитву и на Светлану Алексеевичу будет по всем дистрибуционным каналам. Так что, каким-то образом, вот так. Да, я еще хотел сказать, что мы тут, мы приехали не сами по себе, а это все мероприятие благодаря посольству Швеции в Москве. Да, это очень важно отметить. И вот культурный атташе посольства Швеции в России Стефан Ингверсон, вот, непосредственный организатор и вдохновитель наших встреч. И это очень важный момент, поскольку без поддержки организации посольства Швеции мы бы с вами просто не встретились, по крайней мере, в таком формате. Можно я тоже тогда завершающее добавлю, раз уж мы начали про Стефана, прости, я только два слова. Скажу, что России очень повезло, что сейчас культурный атташе посольства Швеции в России именно Стефан, который, кроме того, что он занимается своей непосредственной работой продвижением Швеции в России, это его прямая обязанность, он еще очень много делает для продвижения России в Швеции и очень много делает для деятелей культуры российских, чтобы о них узнали в Швеции. Это совершенно его волонтерская работа, он не обязан этим заниматься и он действительно очень много делает не только для своей страны, но и для нашей. спасибо. Спасибо. всем. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok